Ежедневно в городе и сельских округах дежурят рейдовые группы, в состав которых входят представители администрации правоохранительных органов казачества общественности. Проверяют места массового скопления молодежи и контролируют, чтобы после 22 часов дети были дома под присмотром родителей, а не на улице. В Анапе и сельских округах дежурили 1260 рейдовых групп, выявили 110 подростков, нарушающих закон. На профилактическом учете отдела по делам несовершеннолетних 159 подростков, в этом году на учет поставили 36. Во время рейдовых мероприятий в вечернее время было посещено 322 семьи, состоящих на межведомственных профилактических учетах. Было проведено 416 дорадеснительных бесед с несовершеннолетними и их родителями. Более 200 родителей привлекли к административной ответственности. Профилактическую работу с подростками проводили представители организации «Молодежный патруль». Организация действует с 2008 года. В ее состав входят сотрудники управления по делам молодежи и студенты. На сегодняшний день численность «Молодежного патруля» насчитывает 303 человека. Со всеми выявленными несовершеннолетними в рамках закона и их родителями, членами «Молодежного патруля» проводятся разъяснительные беседы о действиях и нормах закона и о возможностях альтернативного времяпрепровождения подростков в вечернее время. Специалисты Управления по делам молодежи большое внимание уделяют пропаганде здорового образа жизни. Привлекают подростков и молодежь в спорт, культурно-массовые мероприятия. Я вижу инициативу проявляемую. Прежде всего, она не шаблонно действует, а вот есть изюминка в том, что каждому надо учиться в этом направлении работать. Во всяком случае, мы избавляемся от тех, я не побоюсь сказать это слово, негодяев, которые сегодня пытаются в вечернее время, да и вообще в дневное время, травить наших детей спиртными напитками. Рейдовая группа проверяли, где продают алкоголь, табак несовершеннолетним. В результате контрольных закупок на недобросовестных продавцов и нарушителей закона составили административные протоколы. Сотрудники ООД составляют на них протокол и передаем дело в Росалкорегулирование для приостановления деятельности данной лицензии. Материалы направили в суд. До курортного сезона осталось чуть больше двух месяцев. Отдыхать на курорт приедут несовершеннолетние из других городов и работы у рейдовых групп станет намного больше. Сергей Козлов поручил специалистам управления по делам молодежи, образования и культуры составить планы графики мероприятий и занятости подростков и молодежи на лето, чтобы каждый день был расписан в теории и интересен на практике. Анастасия Никитина, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.